Меня жёнышко целуют, а ласка будет прямо. Просто так зарплатывали, чистые, те в карманы. Подарил жене, кто выбрал под рожей. Обрана одной учебу, очень уж похожая. Право открыть концерт выпало ансамблю «Лада» в коллективе 10 сотрудников милиции Верхнеуральского ОВД. В репертуаре только русские народные песни. Наши занятия, занятия пением песней, частушек в частности, это, конечно, нам помогает в работе нашей. У нас работа нелёгкая. Бывает так, что и дома редко мы бываем, но всё-таки стараемся найти время, чтобы уделить его нашему народному творчеству. Живым звуком зрителей удивили милиционеры из Карталов. Из родного города они привезли ни одну тонну оборудования. К слову, в органах внутренних дел работает лишь один участник этой группы. Остальные решили поддержать товарища. У меня вообще-то папа в милиционерной пенсии. Так что, ну, я не знаю. То есть не мешает анимации музыки и работа? Ну, у нас прямое общение, можно сказать, ежедневное. С коллегой всё-таки, в каком-то смысле, с коллегой. Фавориты конкурса – сотрудники правоохранительных органов «Пласта» и «Магнитогорска». Последний на протяжении трёх лет в числе лучших самодеятельных коллективов Челябинской области. У нас представлено несколько поколений. То есть поколение сороковых солдаты, поколение «Афган» и поколение «Чечня». То есть сегодняшние дни. Вся тематика у нас именно памяти всех воинов и воин, которые были. В этом году на финальный галоконцерт отправится коллектив Магнитогорского УВД, милиционеры из «Пласта» и представители Верхнеуральского УВД. По результатам отборочного тура они заняли первое, второе и третье место соответственно. Финал состоится в Челябинске накануне Дня милиции. Евгений Иванников, Иван Маркин, ТНТ «Магнитогорск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова